Привет всем! Меня попросили откомментировать ситуацию, что появился хэштег «Навальный приходи». Якобы блогеры объединились в едином порыве пригласить Алексея Навального на какой-то совместный стрим для того, чтобы задать свои вопросы, либо призвать его, так сказать, пообщаться в кавычках с народом. И что я думаю по этому поводу? Готов ли я присоединиться к подобной акции? Сразу говорю, что нет, не готов, потому что не участвую в бессмысленных акциях. Само по себе обращение каких-то блогеров к блогеру, имеющему чуть больший статус, большое число подписчиков. Неудивительно, кстати, ведь раскрученная фигура во всех возможных позиционных источниках на дожде, на эхо, на сайтах и страницах. Не говоря уже о телевидении, вскользь так или иначе рекламируют Навального. И почему мы при этом должны удивляться, что он стал таким популярным блогером в России. Тем более, как мы знаем, Алексей Навальный выдает частями такую изюминку, такую клубничку для российского населения. Ну и население, естественно, думает, что все это имеет какое-то значение. Правда, за много лет ничего, ничегошеньки не изменилось, ни один человек из его так называемых расследований не пострадал. Более того, появляется исповеди бывших работников штабов, рассказывающие о том, что никакой деятельностью они в этих штабах не занимались. То есть они все время думали, что там на самом деле будет расследование, на самом деле получали информацию уже готовым пакетом, непонятно откуда. И между собой потихоньку задавали себе вопросы. Ну как же так? Расследование не велось, и вот оно вдруг есть уже. А нужно только создать смотрибельное видео, чтобы это красиво выглядело. Ну и, естественно, Алексей Навальный в самом центре. И вот и все расследования. Поэтому люди, кого серьезно интересует эта тема, я думаю, у них давно нет никаких сомнений, кем является Алексей Навальный. Я два года тому назад, точнее в октябре 2017 года, делал ролик «5 вопросов Алексею Навальному». Тогда у меня еще были к нему вопросы. Напомню, это было накануне так называемых выборов президента, когда Алексей Навальный в той стране, где нет выборов, он все равно пытался делать вид, что хочет участвовать и по-честному добиться победы. Вот тогда у меня и появились к нему вопросы по поводу его поведения и некоторых высказываний. До сих пор ответов на эти вопросы я не нашел. И, боюсь, на часть вопросов, это то, что касается Крыма, не найду в такой стране, как Россия, еще, пожалуй, следующие 10-15 лет. Ведь я практически уверен, вот те блогеры, кто сейчас призывают Алексея Навального «Навальный, приходи», если спросить их относительно Крыма и так далее, то они по большей части сходятся с Алексеем Навальным. То, что они будут обсуждать, я сомневаюсь, что это вообще имеет хоть какое-то значение, потому что, видите ли, люди думают, что, например, пенсионный возраст и так далее имеет самое большое значение для России. А вот самые главные вопросы, связанные с аннексией территории соседнего государства, нарушение международных соглашений и так далее, вот это как бы и обсуждать уже не стоит, ведь дело-то прошедшее, кому интересно об этом говорить, ведь все давно все съели, поглотили, и Крым наш уже без всякого сомнения, ведь мост-то построили, правда же, но и все говорить не о чем. Поэтому самый главный вопрос никто из этих блогеров Алексею Навальному задавать не будет, потому что все они, по крайней мере те, кого я видел, точно такие же, как и он, Крым нашисты. И вот эти самые Крым нашисты пытаются, будут пытаться что-то выяснить у Алексея Навального или мечтают о том, что он ответит на какие-то незначительные вопросы. Эти люди своим призывом Навальный «Приходи!» еще больше поднимают роль Алексея Навального, делая из него 100% вождя и лидера. То есть само по себе этого не нужно было бы делать, но люди этого не понимают. Итак, если вы хотите знать мою позицию окончательно по этому поводу, я приведу все тот же свой ролик, сделанный 14 октября 2017 года. И просмотрев сейчас, фактически через два года, мое мнение ни на секунду не изменилось. Так что у меня к Алексею Навальному по сути нет вопросов. Те вопросы, которые я задавал в ролике, конечно же, риторические. И более того, если Алексей Навальный рано или поздно придет к власти в России, я хочу сказать, так им и надо. Ибо большего или лучшего они, к сожалению, не заслуживают. Ибо не борются за демократические институты, не имеют никакой идеи, а всего лишь думают, что если сменить одного вождя на другого, все в этой стране волшебным образом изменится. Для начала я прошу самых рьяных поклонников Алексея Навального, те, кто уже успели сделать татуировку с его именем на правом плече или любом другом месте, кто готовы завтра умереть за Алексея Навального и пойти за него в тюрьму, я прошу вас покинуть эту тему, потому что здесь вы не найдете для себя ничего интересного. Если ничего не поняли до сих пор, то уж точно от одного моего ролика не поймете. Мне хотелось бы пригласить к разговору людей, которые привыкли думать или, скажем так, те, кому нравится размышлять на различные темы. Вот с этой небольшой адекватной прослойкой российского населения я хотел бы поговорить на тему об Алексея Навального. Еще будет очень много сказано о нем наверняка до президентских выборов, возможно и после, но кое-какие вопросы, которые я в конце задам, мне хотелось бы обсудить и хотелось бы получить какие-то адекватные вдумчивые ответы. Итак, для начала посмотрим небольшой отрывок выступления Алексея Навального. Я обещаю вам, стоя здесь, на сцене в Омске, что я их всех посажу. Я отправлю их всех на скамью подсудить, потому что это не может быть только системные меры. Курнатора Миклушевского, тогда я с этого начну. А, ну как можно назвать человека, который занимается такой фигней? Наверное... Наверное, словом из трех букв, но не тем, которое вы подумали. А заканчивается на ОР. Губернатор Миклушевский! ОР! Губернатор Миклушевский! ОР! Тут! ОР! Миклушевский! ОР! Вам нужен кандидат президента, который встанет, если скажет, пообещает Хабаровску. Дорогой Хабаровск, я отправлю на скамью подсудимых всех этих людей. Вы поддерживаете это? Слушайте, мне все время говорят, что я там разжигаю. Хорошо. Здесь разожгу. Согласны разжечь немножко? Да! Ну как, ничего не заметили? Ну, наверняка заметили, как и я. Если слово «детский сад» – это то, что первое пришло вам в голову, вы не совсем правы, это немножко глубже, чем просто «детский сад». Это просто типичная манипуляция толпой. Когда человек с вождистскими наклонностями бросает в толпу простые примитивные лозунги, обязательно ждет точно такого же ответа. Он спрашивает о чем-то очень простом и доступном, затем пауза «Вы хотите, чтобы я был ваш президент?» Пауза «Да, мы хотим, чтобы ты был наш президент». По большому счету, это такой примитивный способ работы со своим электоратом. Но речь, в общем-то, не об этом. Понятное дело, что те, кто стоят в толпе, обратите внимание, это в основном дети. Если бы я стоял в этой толпе и со мной стали разговаривать таким тоном, я бы просто повернулся и ушел. Хотя я не знаю, как бы я вел себя в 15 или в 16 лет. Возможно, я бы точно так же был в числе помощников Алексея Навального, с гордостью носил значок на груди и орал во все свое горло «Да, Навальный, ты мой будущий президент». А заканчивается на ор. Губернатор Ликлушевский! Вор! Ликлушевский! Вор! Путин? Вор! Ликлушевский! Вор! Такой способ общения с толпой – не разъяснение о своей предвыборной кампании, не обсуждение каких-то конкретных пунктов, а самое главное, чего хочет добиться или услышать Алексей Навальный – «Вы со мной». «Я впереди, я ваш лидер, вы идете за мной?» «Да», – отвечает толпа. Странно, правда, почему Алексей Навальный обижается, когда его обвиняют в вождизме. Ведь он действительно ведет себя как новый, а точнее, я бы сказал, очередной российский вождь. Здесь возникает первый вопрос. Господа, вы не устали от вождей? Вам не надоели все эти «великие» личности – Ленин, Сталин, Ельцин, Путин – каждый из них олицетворяет собой целую Россию? Может быть, пора, наконец, освободиться от комплекса лидера? Может быть, вашей стране, наконец-таки, нужна хорошо отлаженная система, где президент будет нереспектабельный, незаметный, человек, который не умеет слишком громко кричать и размахивать руками, а, скажем так, например, он умеет считать циферки? Вот это интересный вопрос. Россия сейчас находится в глубоком экономическом кризисе, и на нее наложены санкции. Это две самые существенные, на мой взгляд, проблемы. Так какое решение было бы рациональным – выбирать себе очередного горлопана, который, например, предлагает бороться с коррупцией, бороться с витряными мельницами? Коррупцию еще не победили ни в одной стране. То есть эта проблема фактически неистребима. Но этот человек играет на чувствах толпы и говорит – пойдемте за мной, и я всех их посажу. Я их всех посажу в тюрьму для вас. Я это сделаю. Вот это самое существенное и заметное, на что почему-то многие люди не обращают внимания. В демократической стране президент ни в коем случае не должен говорить таких слов. Он должен сказать приблизительно следующее – я знаю, что в нашей стране не существует открытых СМИ, значит, мы не имеем доступа к информации, мы толком не информированы. Первое, что необходимо сделать – это освободить телевидение и прессу и дать возможность всем журналистам заниматься своей работой. И я, в том числе и в качестве президента, буду прислушиваться к тому, что они будут рассказывать. А дальше любой из вас – Иванов, Петров, Сидоров – вы будете иметь право подать в суд на Шувалова, Медведева, Сердюкова, на любого чиновника. И если будет доказано независимым судом, что они в чем-то виноваты, мы их будем судить. Кто-то мне может возразить – ну какая разница, сейчас он говорит «я», потом он скажет «мы». Нет, господа, если он уже сейчас не говорит «мы», дальше он это точно говорить не будет. Человек, который стоит на трибуне и во все горло орет «я их посажу», понимаете, это уже 100% новый вождь. Может быть даже страшнее, чем Путин, потому что Путин как раз-таки не орал, но точно так же уверен, что вся власть в этой стране, каждый вдох и выдох, все это контролируется им. И он решает, кто и как будет жить, кто и как будет зарабатывать. Борьбу с коррупцией можно было бы сравнить с раковой опухолью. Так или иначе, она есть в каждой стране, где-то прогрессирует, где-то менее. Но в России сейчас не только онкологический диагноз. У нее, видите ли, поломаны две ноги, два открытых перелома, такие как аннексия Крыма и война на Донбассе. Так вот, прежде чем приступать к химиотерапии, если уж вы решили побороться с вашим раком, то, может быть, для начала необходимо наложить гипс на эти два перелома. Иначе вы просто истечете кровью. Вы об этом не думали? Лично я на месте россиянина прислушивался бы только к человеку, который бы говорил следующие слова. Мы должны безоговорочно и безусловно объявить действия российского правительства во главе с Владимиром Путиным в отношении независимого государства Украины преступным. Первое, что мы сделаем, мы тут же аннулируем решение референдума и Государственной думы. Мы начнем выплачивать денежную компенсацию Украине. Судьбу Крыма прежде всего будет решать Украина на референдуме в Украине. Если за это время украинский народ решит, что они не хотят возвращения этой территории, что маловероятно, значит Крым останется в составе России, но только при подтверждении этого Международным Советом. Если же Украина скажет нет, вы должны вернуть нам то, что вы у нас отобрали, безоговорочно территория Крыма будет возвращена Украине, но компенсации будут выплачиваться так или иначе. Далее, что касается жертв на Донбассе. Сколько погибло тысяч? 10-11. Предоставить списки и немедленно начать выплату каждой семье 2 миллиона долларов, как это приблизительно делается в США. Пусть на это уйдут годы, но это должно быть принято законодательным путем, закреплено и безоговорочно выполняться. А дальше надо пытаться налаживать отношения с нашим ближайшим соседом, если это еще возможно. Если нет, показывать всячески свою добрую волю и попытаться вернуть своей стране доброе и честное имя. Лично я такое наложение гипса на два открытых перелома считал бы самым необходимым. Борьба с коррупцией, конечно, все это замечательно, но почему-то не обговариваются самые главные проблемы. Ведь санкции наложены не персонально на Путина, санкции наложены на страну за действия в отношении Украины. Значит, вопрос с Крымом придется решать так или иначе. И даже если Украина завтра скажет, нет, Крым нам не нужен, даже в этом случае решение Европейского Совета может быть неоднозначным. Проблема слишком серьезная. Россия завязла в ней на многие годы. Но почему-то будущий президент Навальный этот вопрос всячески обходит стороной. Я вам скажу, почему он это делает. Потому что он стремится к власти любыми путями. Кто-то скажет, конечно же, ведь он политик. А каждый политик хочет прийти к власти. Это так. Я не знаю, что он сейчас говорит в отношении Владимира Путина. Но еще буквально недавно на одном из интервью, данное телекомпании «Дождь», он сказал, что если Владимир Путин уступит свое кресло, он, Алексей Навальный, гарантирует ему личную безопасность и спокойную старость. Вопрос номер два россиянам. Вы готовы обозревать международного преступника Владимира Путина где-нибудь на его даче в Геленджике, где он будет подписывать мемуары и давать периодически интервью на телевидении? Вы к этому готовы? Лично для меня человек, который уже сейчас идет на сговор с властью или, по крайней мере, озвучивает, что он готов пойти на этот сговор, как говорит китайская мудрость, он уже в душе на этот сговор пошел. Поэтому и говорят, что Навальный проект Кремля. Не то, что ему пишут сценарии на его выступления. Нет, просто его могут в любой момент купить либо договориться с ним на определенных условиях. А теперь еще более тонкий вопрос. Напрягите свое внимание. Что говорит Алексей Навальный? Он говорит, что если его пустят участвовать в выборах, выборы можно будет считать легитимными. Если же его не пустят, то эти выборы будут нелегитимными. Отсюда возникает естественный вывод. Получается, что же Алексей Навальный своим участием легитимизирует выборы Владимира Путина? Как же так? Неужели ему это выгодно? Если я участвую, выборы легитимные. Значит, я создаю легитимность этим выборам. Если я не участвую, выборы нелегитимные. Логично было бы спросить, а почему бы уже сейчас не призывать к бойкоту этих выборов? Если вы понимаете, что выбора нет, что есть выборы без выбора, почему же вы участвуете в этом? Ведь тогда логичнее было бы сказать, давайте мы не пойдем на выборы ни при каких условиях, мы не пойдем на сговор с этой властью, мы будем игнорировать эти выборы и тем самым поставим легитимность Владимира Путина под вопрос. Ведь если бы Алексей Навальный действительно рвался к власти, разве бы не было логичнее призвать к бойкоту этих нелегитимных выборов? Я понимаю, что это достаточно сложная мысль, но если вы хорошо подумаете, то, возможно, вы поймете, что я имею в виду. Вопрос номер три. Почему Алексей Навальный не призывает уже сейчас бойкотировать выборы Владимира Путина? Ведь если он не будет участвовать, выборы, по его словам, будут нелегитимными, соответственно, и Владимир Путин придет нелегитимным образом к власти, и тем самым Алексей Навальный гарантированно может его сместить. Почему же он, тем не менее, призывает, чтобы эти выборы состоялись? Ваше мнение. Вопрос номер четыре. Необходимо ли с самого начала заявлять о том, что следующий президент России первыми шагами решит проблему санкций и Крыма, вернет страну именно в ту точку, откуда начались все бедствия? И есть ли у такого человека хоть какой-то шанс стать президентом России? Последний вопрос просто так для общего развития. Как вы думаете, возможно ли в недемократической стране, где не работают демократические институты, избрать хорошего демократического президента, когда люди, сами народные массы, не готовы к демократическим изменениям? Я хочу сказать, что желание построить демократическое государство должно, по сути, созреть в самих людях. Они должны суметь организовываться сами. Я всегда привожу Украину в пример. Украинцы организовались без всяких вождей. Они требовали права для себя. Они не хотели идти за каким-то человеком. Поэтому у Украины есть будущее. Там сформировано гражданское общество. Да, оно еще недостаточно сильное, но оно есть. Не важно, кто стоит у власти. Порошенко, Тимошенко, любая другая фамилия замените по своему желанию. Самое главное, что внутри народа есть понимание. Далеко не все зависит от национального лидера. Все зависит конкретно от самих людей. И если внутри общества есть осознание того, что их задача создавать независимые суды, бороться за чистоту своего парламента, и это самое главное, а человек, стоящий у руля, это номинальная фигура, то у этой страны хорошее демократическое будущее. И они придут в эту демократию быстрее, чем вы об этом думаете. В России же, как я это наблюдаю, внутри общества нет ни понимания, ни желания осознавать эти процессы. Возможно, если бы были свободные СМИ, и там обсуждали бы не бесконечные проблемы Украины, а говорили как раз-таки на эти политологические темы, возможно, люди бы стали постепенно понимать. Да, наверное, Алексей Навальный таран, как многие о нем говорят. Он способен протаранить эту систему. Мой последний вопрос заключается в следующем. Как вы думаете, этот таран, который очень сильно рвется к власти, уступит ли он ее потом человеку, более знающему, скажем, в вопросах экономики? Как вы думаете, сделает ли он свое дело, а затем устранится и даст дорогу другим более прогрессивным силам? Мне кажется, что Алексей Навальный не такой человек. И в заключение я хочу сказать всем обезумевшим на этой теме. Я никакой не запутинец и никакой кремлебот. Мне никто не платит. Я человек, который живет далеко за пределами страны и наблюдает с интересом, что там происходит. Если кто-то спешит меня обвинить в том, что мне платят госдеп, Кремль еще бог знает что. Это абсолютная глупость. Все время призываю таких людей. Сообщите мне данные, куда можно зайти за своей частью денег. Буду рад, если увижу под этой темой адекватные комментарии и возможные ответы на мои вопросы. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok